приветствую приветствую а мы вас знаем об этом свое время проводили как вы показывали как дышать для того чтобы выходить из к видовых состояний подобных тому назовитесь пожалуйста потому что не все в нашем youtube-канале могут просмотреть и данные записи меня зовут ирина фамилия моя как дела как жизнь молодая здесь хорошо кипит скажите пожалуйста как вас зовут как ваша фамилия где вы находитесь чтобы мы все понимали чтобы наша школа человек больше homo futurus подивилась нужно новостям вот у вас там какая-то собачка это что это как завод это такая старая собачка и уже она у нас седьмого года получается уже скажу 7 получается 13 14 лет и да чуть громче пожалуйста чуть громче она меня сопровождает она оглохла лучше вот так лучше а то я думал я оглох и поэтому я просто тише говорила потому что у нас сейчас кукол 11 час вы мне написали интересную вещь вы мне написали что в нашем youtube-канале столько просмотров которых нет нигде в ютубе так разве бывает бывает а как это я не знаю кто-нибудь еще обратили на это внимание я это не изучала но раньше было как видео там были лайки так народ сверху ставил плюсы свои и вниз дислайки и можно было посмотреть сколько лайков и сколько дислайков раньше было так а теперь они минусуют по прежнему ставить дислайки ну то есть они нравятся но они показывают как бы чему равно а равно всегда какое-то количество лайков обычно вот из старого опыта я заметила что обычно процент людей который ставил вниз в среднем и это нормально где-то 10 процентов это вот стандартно а вот а сейчас уже как-то не определишь на я просто для себя это знаю что-то так бы среднем так но за исключением там какой-нибудь что-то такое вот а что касается теперь значит я думаю ну как определить качество видео если допустим она вот только запустилась вчера по сравнению с тем что это же видео допустим какое то есть может быть этого же автора или на эту же тему выпущенная может быть 8 лет назад старых технологиях а тема может быть одна и та же ну и так далее и вот что хочу сказать что youtube всегда показывает количество просмотров по-английски называется view просмотров если вы разделите количество этих view просмотров хочу за одну картину показать вам что вы сразу видели картину это берегиня да да это сегодня очень нужно всем да я сегодня тоже извините да давайте дальше так количество просмотров если количество просмотров мы будем делить на количество этих лайков которых уже включены дислайки то вырисовывается такая картина что в среднем в среднем народ оценивает качество разных разных тем видео не обязательно медицинских любых из расчета примерно так обычно стандартно допустим из из 60 человек один поставит лайк из там 80 из 50 человек один человек поставит лайк ну просто делите количество просмотров на количество лайков и вот если приближается к 1 человек из 20 ставить лайк это вообще значит супер хорошее видео его надо смотреть я для себя это так определяешь там ну знаете я за рулем часто бываю это время слушаю видео но на интересующие меня темы я так смотрю там народ пишет ага смотрю но у вас ваше последнее видео какое-то вот я посмотрю одно из ваших последних видео я наверно найду какое даже но я вам скажу у вас там было количество лайков больше чем один к десяти то есть как сказать из десяти человек один ставил лайк понимаете даже не из двадцати даже не не из пятнадцати человек один ставил лайк а из десяти человек каждый десятый ставил лайк это по миру по миру или это в россии это по миру я не тут английский смотрю американский тоже у вас вот в одном из ваших видео последних у вас было 22000 просмотров а лайков у вас там стояла соответственно 2.2 2200 понимаете то есть вы перевалили за вниз за десятку то есть если вы поделите одно до другое там получалось 9 целых и 54 в периоде то есть даже не то что каждый десятый человек ставил вам лайк а уже каждый 9.54 человек вам ставил лайк что вы этим хотите сказать я никак не могу сообразить понимаете потому что я выступаю по-русски да вы говорите что это по миру смотрят ну я не знаю кто там ставит лайки наверно ставят лайки вот я что хотела сказать русскоговорящие люди их точно смотрят по миру у меня в бристоле всех я всем про вас рассказываю я знаю много своих друзей кто остались смотрите применять ваши методы и пишут что помогают там в наших каких-то своих группах применяют ваши разгрузочные и шалтай применяют и применяют лыжника но мы про лыжника всегда смеемся вы конечно это для детей на такое название придумали лыжник там конечно это не лыжник это что-то для взрослых ну ладно а вот да ты делал сюда не четко мы хихикаем но потом а знаете а у меня какое любимое упражнение тут я его не видел в группе наверно она у вас есть но этот ваш символ космос внутри космос внутри космос внутри да вот это вот вот это я сама по себе просто знаю что я всегда это когда у меня хорошее да да это когда у меня такое хорошее настроение вот вы говорите повторяющиеся движения когда одна вечером дома никому нет я вот так вот это же ключ подбор приема и он перебор и по критериям максимальной комфортности по критерию максимальной чистоте это как раз то чего в мире нету не думаю поэтому они смотрят сказать что наш youtube канал смотрели больше людей чем какой-либо другой в мире даже вот если прямо сейчас вот я возьму просто зайду youtube вы видите меня по-прежнему да вижу хорошо очень симпатичная спасибо я знаете мы совсем еще докончили наш с вами другой проект и я себя немножко неловко чувствую что это дано обещала получилось что сразу не выполнила но когда-нибудь его зато вы сейчас меня восхитили что наш канал youtube стал самый мировой лидер я не вообще наверное не вообще наверное давайте знаете с кем же не про танцы рассказываем хотя про танцы там у нас тоже рассказывали потому что если допустим человек делает хлюстом лыжник тоже самый шатай болтай там потом снимает напряжение другими точками там и все прочее то лучше танцует ну конечно конечно я вам хочу сказать одну интересную вещь вы мне еще говорили что там какая-то дома вы там не писали там а брюс хотела купить там или еще что-то но я же хочу их продать так чтобы потом нашу школу поднять до такой высоты я хочу их очень дорого продать не были я для с вами согласна что надо продавать дорого и абсолютно так хочу продать чтобы 130 тысяч долларов было за каждую картину я думаю взлетит до такого уровня потому что мы аппаратуру сделаем там мы поставим и еще пригласим помощников и на английском и на французском и на итальянском чтобы они это транслировали поэтому найдите нам человека который купить не купить хорошо я вот как об этом думает это дамы которая как вы знаете хотела их прикупить у нее там так сложились обстоятельства что она несколько ну не то что выпало из жизни она из нее не выпало но она как-то сконцентрировалась ей пришлось концентрироваться на чем-то неожиданным для нее самой и немножко было не до этих картин но она мне несколько раз про них говорила она их видела она картина коллекционирует и буквально вчера по моему потому что я посылаю ваши ролики всегда она мне говорит ирина я уже семь часов слушаю хасая неужели это может быть такое что у женщин действительно менопауза как-то возвращается обратно не надо чего послушай а ну конечно может быть потому что менопауза когда наступает она в большинстве случаев наступает не естественным а под давлением стрессов на грунт наступает менопауза а потом когда стресс снимаешь гормональный баланс восстанавливается и вдруг женщина начинает опять молодеть и что там удивительного это у многих и психотерапевтов это такое случалось и многих психологов это случалось но как-то особо на это не обращали внимание а я вот обратил на это внимание и действительно придумал там вариант методики по ключу чтобы восстанавливать и сейчас у меня очень много людей которые заходят ко мне они мне пишут ватсап они мне пишут skype они пишут там сайте стрессу и хасая там они мне пишут я иногда кого-то ну бывает время бывает время поработаю немножко омолаживая не только женщин что у нее такой течет как раз период что она может быть во-первых как с этим тоже вопросом вам обратиться и это важно и второе вот я вот к нашему разговору вы упоминали недавно садгуру за что я очень благодарна потому что я тоже к нему садхуру садхуру да она да очень интересная вещь рассказывает очень да я ездила даже его жене вот слушать как раз до ковида в девятнадцатом году он выступал в организации объединенных наций можно было бесплатно посетить это мероприятие но так первый раз мы там мы дешево съездили из бристоля в аэропорт там женевский билет какой-то самый дешевый там жили не швейцарии конечно жили через границу во франции дешево но не в этом дело и в лондоне я ездила и послушать его так вживую посмотреть потренироваться его методиками так ваши ведь насколько лучше ведь они ваши же моментальные методики ведь я я же давно это изучаю и вот вот я вам расскажу как вот я просто сравнивал вас и его потому что я была в этом зале где было 5000 человек они не достигают вашего уровня я нахожусь вот так группе тех кто я просто моложе потому что я все же занимаюсь изучением и созданием нового и он конечно не занимался выведением людей из тарактов он не готовил людей в космос он не занимался там обучением спецназа там это он делал потому что когда у них были проблемы в кашмире он тренировал их военных я просто очень много его смотрелось во время молодец молодец мне нравится его смотреть я смотрю иногда правда мне хочется сказать его там что на ноль то выходить проще проще у нас участники школы человек будущего особенно активные участники которые на ликбезах участвуют на вебинарах у нас у нас будет скоро ликбез и вебинар они выходят моментально там где-то 80 процентов людей у нас быстро научаются потому что я объясняю что это такое что такое состояние не ума что такое нулевое состояние состояние свободного сознания я объясняю как включаются эндорфины в организме я объясняю как на контрасте от стресса когда человек выходит это вот на этой вот индикаторы напряжения я показываю индикатор напряжения и шторма когда он выходит до нуля на штиль а вот кстати говоря летающий человек здесь тоже михайлов нам сделала участник нашей школы из великого новгорода он очень интересный парень но у нас много участников и интересных людей у нас борис каменский у нас ватт орлов у нас федор макаров у нас катерина головина у нас такие люди очень интересные очень много очень много я всех перечислить сейчас не могу просто здесь я вот если можно по-быстрому вам скажу вот я сейчас на параллельном экране вот у меня тут два экрана стоят я не знаю как мне вам развернуть я просто хотел сказать что у нас на ноль выходят а у него там непонятно как не выходят не выходят я что хочу сказать я в группе нахожусь лично в приставкой группе которая ему поклоняется там и также соседнего города она пишет о своих проблемах что они не могут выйти в ноль вот видите они годами это делают прямо пишут несколько лет не может за 30 минут выйти поэтому у нас называется школа человек будущего homo futurus это будущее где технологии другие вот я хотела вас как раз попросить во первых подтверждение моих заметок про видео и вот этот коэффициент и добрям я его назвала вот я смотрю на садбуру вот и включила какое-то его видео которое вышло 28 января этого года называется как на русском как перестать бояться чужого мнения обратите внимание у садбуру подписчиков канала по всему миру у них еще в америке отделение есть один миллион девяносто три подписчика да сравните вот с вашим пока вроде не таким большим количеством это видео 28 января посмотрела двадцать тысяч двести тридцать четыре человека сколько стоит лайков два запятая один разделите одно на другое получается что вы с ним в ровень идете по коэффициенту одобрялся вы представляете у него миллионные подписчики а у нас всего сто тринадцать тысяч так как вот вот это я говорю это показывает качество вашего видео хотя у вас пока нету такого количества подписчиков а качество не хуже имеется ввиду контент ну да конечно потому что я еще кроме технологии я еще и любовь проявляю к человеку каждому это я хотел сказать отгуру другую пытаюсь ответить на вопросы да очень много тетенька мне написала суши вот прямо возмутительно а под одним роликом я бесплатно ликбез недавно проводил она говорит чем отличается ликбезы от вебинаров я написал что ликбезы это для всех любой желающий бесплатные вебинар по теме стоит тысячу рублей чтобы всем было доступно но по теме кому это действительно нужно а потом он выставляется через некоторое время 5000 некоторое время она написала я купила вебинар хотя она могла посмотреть бесплатно и рассказал бесплатно смотреть новое там горит верните мне деньги второй день мучаюсь я готов отдать эти деньги но чтобы только голову мне не морочили ради бога забирайте но я пришел пришлите мне куда послать эти деньги выйдите ко мне ватсап или на почве не пишет но она просто наверно как-то сгорячат они не сгорячая я думаю что это может быть человек не человека вот сейчас вот я хочу вот увидеть истинное лицо потому что мне там она написала покажите свое истинное лицо вы говорите так а на самом деле вы там торговли занимаетесь я думаю что это тетенька это тетенька несчастная или надо помочь я поэтому деньги отдам еще могу добавить если она хочет вопрос не в день ну да в том-то и дело ватсап не выходит я думаю там никто-то написал знаете что что сейчас есть такие вещи чтобы испортить страницу чью-то кто-то вот такие вещи это может быть поэтому не реагируйте на это бывает но я жду да я жду чтобы сразу послать эти деньги я хочу отдать эти деньги чтобы вот этот человек не занимался вот этим а занимался другим когда пишет что там нет ничего нового бог ты мой бог ты мой тысячи людей тысячи людей сколько я показываю все получают эффекты что значит ничего нового вот это странно моментально надо помочь человеку что-то с головой не в порядке я знаете вот ваше самое главное вот главное для меня это то что при всей профессиональности удивительно добрый человек я добрый вы очень очень добрый и в этом вы очень сильные и если я сравнилась от гуру вы гораздо сильнее почему он человек такой понимаете он строгий я вот была на семинаре 5000 человек в зале 300 человек волонтеров которые обслуживают это идеальное все сделано в лучшем виде перед запуском зал это было по моему в девятнадцатом году я ездила в лондоне было предупреждают всех мы будем сидеть там два часа в туалет выйти будет нельзя задумайтесь да нельзя выйти в туалет огромное квадратное помещение одно по краям волонтеры выход в туалете сзади впереди сидит сангуру на сцене передние места более дорогие и стоили они по моему я уж не помню по моему семинар что-то 150 фунтов стоил на два дня по моему так а передние места что-то там по 500 фунтов потому что они собирают деньги почему они огромные проекты поднимают в индию это бедные они там деревья сажают реки восполнять но нужны деньги понятно вдруг значит где-то после часа сидения там очередном там пользе ли там разговора встает какой-то мужик из этих передних дорогих рядов так это слегка прыгнувшись пытается выйти назад сангуру ему так прямо сосед на говорит куда ты пошел ну-ка говорит иди обратно мужик так неудобно пошел сел но наверное что-то ему надо было выйти потому что он потом встретить и попытки но все-таки вышел агур сказал мы не будем дальше пока обсуждать эту тему какая уж там была у нас тема мы подождем пока он вернется потому что он должен тоже знать о чем мы тут говорим уже заплатил тоже деньги подождем где-то минут по моему 20 другую тему говорил пока тут не вернулся знаете то есть показывает некоторая жесткость у него есть и вот вы правильно говорите что для того чтобы освоить он почему это так себя ведет чтобы освоить правильно эти пользы 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 любые пользы и вообще технологии надо точно выполнять он это знает поэтому он пытается посадить и чтобы они поняли а у вас раз и подбирайте себе то что вам подходит у меня не шаблон когда было как в йоге было там медитам состояние это состояние это не шаблон ваш кому подходит кому не подходит а вы это заключается в принципе подбора путем перебора по критерию автоматизации начатывать но это сейчас не будем это у нас на ликбезах бесплатно вебинарах я повторяю новая но он пока не знает он он пока не знает я думаю как он сейчас в россии продвигается мощная на русском языке он есть я не знаю если они будут когда-нибудь в конце концов встречу устраивать как они делают на английском с разными американскими ведущими лицами его с другими если будет по-русски он должен с вами встречаться уже больше не с кем ради бога я открыт и никому не даю я же объясняю почему почему потому что человека владеев ключом 2 я даю только элементами элементами даю на вебинарах и тогда владевший ключом 2 может сидя у себя на кухне атомную бомбу сделать зачем нам не надо там такие изобретательские возможности открываются я поэтому не даю почему я должен давать это все пишут почему не даете вот почему не даю это я даю вполне достаточно чтобы поддерживать себя и творческую работоспособность и восстанавливаться и становиться художником и становиться инженером открывать свои таланты пожалуйста пожалуйста я хотела знать там что сказать если вы конечно могу только с вашего разрешения это сделать вы всегда говорите что делитесь роликами делитесь рассказывайте вот основываясь на этом мне пришла в голову такая мысль у меня как бы я не знаю у вас было время прочитать все ли мои там сегодняшние послания не знаю но у меня есть маленький малюсенький магазинчик в бристоле который он называется не профитный то есть бесприбыльный почему бесприбыльно свою прибыль я должна отдавать на то для чего я его собственно и открыла и у меня такая структура я сама придумала чтобы каждый но идея была такая она называется это заведение моё treasured 12 то есть как бы переводе на русский это было бы драгоценные для нас или дорогие нам 12 вот то есть какие 12 12 в англии очень много зарегистрированных благотворительных организаций полно по разным причинам и я находясь в бристоле не таком большом городе я бы хотелось свою прибыль отдавать тем зарегистрированным благотворительным организациям которые маленькие которым нужны деньги или я бы их отдавала бы напрямую и не зарегистрированным каким-то группам лиц но в силу бухгалтерии это должно быть обязательно регистрированная структура тут разрешается иметь зарегистрированной через вот пока я поднимусь и я как пока я смогу иметь достаточно денег чтобы но просто так и так помогаешь людям но когда это делать немножко более организованно это привлекает внимание публики и тогда люди начинают больше в этом направлении работать это очень важно это у англичан называется то есть как бы огласите список проблем да акцион объявите там продадим одумаю к картину да я вот как раз об этом сразу подумал где можно за того чтобы вы сделали то что хотите ну вот если вы позволите вот те я надеюсь что у меня сохранились мне тогда прислали качественные фотографии по ватсапу чтобы своих картин чтобы я бы могла сделать несколько принтов и тут есть дорогие галереи даже в бристоле показать им и сказать так сделаем это уже деловой так сказать разговор да это деловой разговор потом мы можем итоги рассказать с вами вместе для всех но сейчас пока мы остановимся потому что видео имеет свои форматы выдадим их этот ролик пусть я посмотрят коменты напишу кого заинтересовало этим самым продвинется наш канал школа наша развивается будем другом помогать мы же развиваем науку человек вечности и не только на деньгах чтобы не только на деньгах вообще более приоритетом когда мы о чем-то думаем но были средством выживания развития инструментом потому что деньги это язык внешней свободы но за деньги любовь не купишь вдохновение не купишь чтобы это в балансе было давайте мы так и сделаем тогда да я вам очень благодарен что вы ко мне написали что вы ко мне вышли я вас помню 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 по-человечески люблю мы же вместе с вами несколько роликов делали вы же показывали как дышать надо там и так далее очень было здорово скоро еще раз покажите ладно хорошо договорились целую щечку может целовать во время обнять обнять его доброго всего доброго до встречи до встречи